Всем привет дорогие друзья, меня зовут Вова и вы на канале Apple Hightech. Наконец-таки iOS 12 релиз доступна для всех поддерживаемых устройств, а это значит, что многие из вас задаются вопросом, а стоит ли мне обновлять свой iPhone или же iPad на данную OS. Я предполагаю, что как человек, который пользуется iOS 12 с первой беты вот уже более чем 3 месяца, смогу вам помочь. Посмотрим, как работает данная прошивка и конечно же выясним, на какие устройства стоит ее устанавливать. Поэтому будет интересно, устраивайтесь поудобнее и поехали. Во-первых, начнем с того, что iOS 12 поддерживает все те же устройства, что и поддерживали iOS 11. Да, это было большим шоком для многих, что iPhone 5s получит еще одно обновление. О нем, кстати, поговорим чуть позже. Ну и естественно, в этот список добавился урожай сентябрь 2018 года в виде овердорогих iPhone XS, iPhone XS Max и XR. Если у вас нет устройства из этого списка, то уж извините, iOS 12 вам недоступно. Прежде чем начать, думаю, что важно вас попросить также написать в комментариях, какой у вас iPhone или же iPad и как он работает на iOS 12, если вы уже обновились. Если нет, то после просмотра моего видео обязательно напишите, будете ли вы обновляться. Думаю, многим будет интересно. Ну а теперь к видео. Что касается нововведений iOS 12, то как мне кажется, здесь все очень-очень грустно. Если iOS 11 была свежей относительно iOS 10, то iOS 12 это просто iOS 11s. Вроде бы и добавили какие-то глобальные фичи, типа расширенной информации об аккумуляторе, или функция экранное время, или быстрое взаимодействие с уведомлениями, но это такая туфта, что за 3 месяца я ей пользовался буквально в 2 раза. Мне даже честно жаль, что этот мусор занимает какой-то объем памяти на моем устройстве. Те же собственные кастомные анимоджи с вашим лицом для iPhone 10 серии это детская забава на полчаса. Действительно, чего-то годного, упрощающего взаимодействие с моим смартфоном я в iOS 12 не обнаружил. Естественно, это субъективное мнение, хотя я уверен, что многие его разделяют. Но это что касается визуальщины. С быстродействием и производительностью в iOS 12 все куда лучше. В принципе, на презентации прошивки на этот аспект и сделали упор. Без зазрения совести могу заверить, что Apple ни разу не обманула, и iOS 12 работает гораздо лучше iOS 11. Вы можете наблюдать работу моего iPhone 7, и действительно все работает как швейцарские часы. Приложения открываются быстро. Также камера, которая по заверению Apple открывается на 70% быстрее, открывается моментально. Клавиатура также появляется супер быстро, и все просто летает. Мой любимый тача-дет, которого Apple, к сожалению, избавилась в новых айфонах, срабатывает, ну как сказать. Вы сами видите, насколько он шустрый. Система очень стабильная, и за 3 месяца у меня не было каких-либо проблем. Даже раньше, когда iOS 11 была в бета-разработке, она была крайне непригодная для пользования. iOS 12, можно сказать, сразу была годнотой, которую можно было запускать в широкий прокат. Если вы вдруг на этом моменте подумали, что я продал с Apple, и они мне заплатили, чтобы я хвалил, и все такое, то камон, ребят, вы сами-то в это верите? Просто действительно, в работе системы меня все целиком и полностью устраивает. Если вам нужны цифры, а не голые слова, то вот вам результаты из Geekbench 4. Семерочка на iOS 11 выдавала в Sync Core 3397 очков, и в Multicore 5719 очков, а на iOS 12 3521 и 6060 очков соответственно. По-моему, это достойно выпустить новую прошивку и сделать ее еще быстрее. Что касается батареи на моей семерке, то ее хватает мне на весь день. Это размеренное использование, вечно включенный Bluetooth и LTE, яркость выше среднего, а иногда и максимальная, еще и батарейка слегка изношена. Так что я думаю, с аккумулятором все окей. Тут вот в разделе батареи вы можете видеть разные графики, я фиг знает, о чем они свидетельствуют, быть может вы поймете. Ну и теперь давайте плавно перейдем к вопросу, какие устройства все-таки стоит обновлять. Во-первых, как мне кажется, если у вас установлена iOS 11, не важно какая и не важно на каком устройстве, то стоит обновиться на iOS 12. Это не оговаривается просто потому, что iOS 12 работает лучше, чем iOS 11. Если же у вас еще по каким-то причинам iOS 10, то начиная с iPhone 6s, iPhone SE и выше, можно смело обновляться. Если у вас iPhone 5s или шестерочка на iOS 10, то я бы их оставил на данной прошивке, просто потому, что тот же iPhone 5s на iOS 11, это такое себе удовольствие. На iOS 12 он кардинально лучше не станет, но опять же, если у вас, например, iPhone 5s на iOS 11, то можно смело обновляться на двенашку. Я веду к тому, что iOS 12 лучше, чем 11, но для старых устройств она не станет спасательной шлюпкой в мире высоких запросов производительности. Короче, все айфоны, начиная с 6s и SE, вы можете смело обновлять, ничего с ними не случится, и все будет окей. Главное, обновляйте свое устройство так, чтобы оно не разрядилось во время обновления, и все. Это залог успеха беспроблемного обновления. Кстати, понравились обои на моем айфон? Тогда ты их можешь найти в моей группе ВК, ссылка в описании. Если это видео было полезно, то, конечно же, поставь лайк и подписывайся на канал, если еще не подписан. Делай всякие социальные активности, ссылки в описании. До новых видео, до новых встреч, пока-пока.